Доклад я уже читал несколько раз. Один человек был, да? Собственно, это не страшно, потому что я постоянно его обновляю, постоянно улучшаю, добавляю какие-то новые интересные примеры, в точке основания вашего фидбэка. Поэтому чем больше будет фидбэка, тем лучше для меня и для доклада. Тем более, что если изначально был доклад просто об оптимизации, то меня постоянно просили рассказывать про Java 8. Поэтому с каждой новой редакцией все больше и больше примеров было про Java 8, в том числе и сегодня. Немножко обо мне. Я разработчик с большим опытом. Я тренер, преподаватель, автор трех книг. Это разработка Java-приложений. Это идеальный код и основатель Java-программирования, который можно прочесть на моем сайте T-Simulator. Также я основатель курса T-Discovery. Часто люблю выступать как в Одессе, в Украине, так и за ее пределами. Поэтому, если вам понравится мой доклад, то вы можете побывать на моих других представлениях. Итак, идеальный код. У меня была такая книжка про идеальный код, где я рассказывал про то, какие характеристики, какие атрибуты идеального кода. Их довольно-таки много. И я обычно ставлю на последнем месте эффективность. Эффективность, быстродействие. Почему? Потому что обычно люди, когда разрабатывают приложения, они ставят эффективность на одно из последних мест. Давайте сделаем небольшой опрос. Кто из вас занимается оптимизацией на своих проектах? Поднимите руки. Немного. А кто занимается оптимизацией, это ему нравится. Есть такие люди? Один человек всего, да? Два человека. На самом деле, оптимизация такой процесс, что какой бы у вас ни был проект, положение на проекте, всегда есть какой-то небольшой возможность для улучшения. Например, пример из реального проекта. Но в проекте был разработчик, и ему сказали, что нужно ускорять свою работу. А у него была такая привычка, когда он где-то ставил смайлик, он ставил вот такой смайлик. Как вы думаете, как он оптимизировал свою работу? Да, он его сократил. Вот такая вот небольшая тоже, но оптимизация. Какие основные проблемы низкой эффективности приложений? В основном, это проблемы с базами данных, то есть медленные запросы, не оптимизированные, либо слишком много запросов, но в том числе это неэффективный код, о котором мы сегодня и поговорим. Кто обычно исправляет проблемы с эффективностью, обычно делает сам разработчик. То есть не кто-то еще, а именно вы ответственны за эффективность вашего кода. В чем проблема с эффективностью? Во-первых, очень тяжело определить ее на этапе код-ревью, дизайн-ревью. Больше обращают внимание на другие моменты. Тяжело определить эффективность на этапе разработки. Почему? Потому что разработчики оперируют обычно небольшими наборами данных, небольшими таблицами, либо же проверить функциональность. И выясняется, что на продакшене, когда размер данных вырастает на 2-3 порядка, эффективность резко падает. Оптимизация – это не нечто, что можно сделать сразу. Одним каким-то движением – это интерактивный процесс, небольшие-небольшие улучшения, и в конце концов вы получаете выигрыш в эффективности. Это единственная характеристика идеального кода, которая зависит от вашего железа. То есть если ваше приложение работает медленно, что вы делаете? Вы покупаете больше памяти, более мощный процессор и так далее. То есть это повышает эффективность. Но в то же время это единственная характеристика идеального кода, которая влияет на конечного потребителя. То есть если ваш код нечитабельный, некомпактный, негибкий, ваш пользователь об этом не узнает. Но если ваше приложение работает медленно, потребляет много ресурсов, вы об этом сразу же узнаете. Каковы основные подводные камни, связанные с оптимизацией, улучшением эффективности? Представим себе программиста, который работает на одном из проектов, и опять же, до одной установки заняться оптимизацией. Вот он решил оптимизировать эту функцию. Каким образом? Он где-то услышал, что побитовые операции работают быстрее, чем обычно логические. Что он сделал? Вот он заменил одну функцию на вторую. Вот он доволен. Он прям оптимизировал код. Какую ошибку он допустил при этом? Как вы считаете? Первый вариант, второй вариант. Какая ошибка, которую многие допускают? На самом деле он сделал первую ошибку. Он не измерил эффективность до и после. Раз он это не сделал, то он не мог быть уверенным в том, что эффективность улучшилась. И вторая ошибка, которую допускают многие. Он не потребовал требований к эффективности. То есть он не знал, а вообще текущая эффективность соответствует каким-то нормативам или нет. Вот эти основные ошибки, которые допускают при оптимизации кода. Что еще? Итак, представим себе, что он все-таки поменял вот так вот функцию. Что при этом произошло? Разработчики, которые увидели эти изменения, они начали спрашивать, а что это за палочка? И вообще, почему ты одну палочку потерял? К чему это привело? К тому, что разработчик добавил комментарий, который поясняет, что это за операция. Для того, чтобы перестали его спрашивать. Но появился новый вопрос к нему. А зачем он поменял? Он написал новые комментарии. Он это сделал, чтобы улучшить эффективность. Но все равно начали от него спрашивать, насколько улучшилась эффективность. И он дописал третий комментарий, что улучшилось на столько-то процентов. То есть мы видим, что вот такая вот избыточная оптимизация привела к большому количеству итераций по изменению кода. Но если мы протестируем первый-вторый вариант, мы видим, что время выполнения, оно почти что одинаковое с учетом погрешности. То есть то, что он сделал, оно было бессмысленным. Почему? Потому что, как говорит Дональд Кнут, избыточная оптимизация является корнем всех проблем. То есть люди оптимизируют тот блок кода, который в принципе и так работает быстро. Вместо того, чтобы заняться оптимизацией алгоритмов и других видов вычислений. Еще одна проблема. Кто измеряет процессы вот таким способом? В чем здесь основной минус такого подхода? Здесь есть два минуса. Во-первых, точность, это миллисекунда. Второй, то, что current time millis как работает, она берет время на текущем компьютере. То есть время меняется, вручную или как, что происходит с этим функцией, она тоже меняет свои значения. То есть вы можете получить div меньше нуля. Какой вариант лучше для измерений? Лучше взять nanotime. Чем лучше? Во-первых, больше точность, наносекунды. Во-вторых, Java гарантирует, что два вызова nanotime всегда принесут больше значения, чем предыдущие. Но это некоторый плюс. Есть вещи, которые можно улучшить. А именно, если вы будете использовать не встроенную среду GDK, а специальную библиотеку, называемую JMH, то есть Java Micro Benchmark. Ее автор – это вот этот человек. Ее зовут Алексей Шиплев. Он является одним из разработчиков Oracle, который специально следит за тестированием перформанса GDK, GVM на разных платформах. Почему это лучше, чем nanotime? Во-первых, это разработка разработчиков Oracle, инженеров Oracle. Во-вторых, больше точность, больше настроек. И еще одно важное улучшение включает режим прогрева. Эта библиотека стала настолько популярной, что она планируется быть добавлена в Java 9. Да, в Java 9. Правда, сейчас постоянно задержки в Java 9, поэтому нельзя быть в чем уверенным, но, по слухам, добавят в Java 9. Какие требования к измерениям? Если вам интересно, вы пишите функцию. Функция «Нонить паблик». Помечайте аннотации «бенчмарк». И у нее не должно быть параметров. По рекомендациям инженеров Oracle у нее должно быть возвращаемое значение, потому что иначе GVM может неправильно оптимизировать ваш код. И еще одно требование – это режим Turbo Boost тоже будет выключен, иначе изменения будут некачественные. Если вы все это сделаете, то вы можете измерить любой процесс в вашем проекте. Режим прогрева. Почему он важен? Как работает изменение GMH? Она берет вашу функцию и сначала запускает ее в таком холостом ходу. Почему это делается? Вот, в принципе, видите, по умолчанию перед измерениями запускается 10 итераций прогрева. Что есть особенного на этих измерениях? То, что время выполнения одной операции сократилось в тысячу раз. Почему это происходит? Во-первых, запускается оптимизация JIT. Во-вторых, начинает работать габридж коллектор. То есть все это приводит к тому, что у вас код оптимизируется с самой GVM. И он начинает работать так же, как работал бы на продакшене. А если вы измеряли его, ну, запускали 2-3 раза, то время было, в принципе, такое, как в первом случае. Поэтому, как бы вы не измеряли любые процессы, всегда делайте прогрев. То есть запускается в холостом ходу и после этого только вы измеряете длительность или количество операций в секунду. Итак, поговорим об оптимизации. Многие разработчики не знают, что кроме оптимизации, которую сами не делают, есть оптимизация компилятора и есть оптимизация, которая выполняет сама GVM во время своей работы. Например, вот у нас есть такая функция, execute. Мы видим, нам подсказывает IDE, что в блоке if мертвый код. Он никогда не выполнится. Как вы думаете, компилятор его выкинет из байт-кода или нет? Совершенно верно. В байт-коде просто return. То есть он посмотрел и false выкидывает. Возьмем вариант номер 2. У нас есть тоже функция execute. В ней есть локальные перемены, которые в принципе не используются. То есть мы как-то с ней работаем, но потом ее выбрасываем. Как вы думаете, будет ли она в байт-коде? Будет. Совершенно верно. Здесь как раз компилятор ставят как есть. Но если мы возьмем вторую функцию, то есть мы сами ее оптимизировали, посмотрели на два байт-кода, они отличаются. Но если мы померяем время выполнения, оно одинаковое. Тут раз-два, тут раз-два-три-четыре-пять операций. Раз-время одинаковое. Что-то означает, что сама GVM как-то оптимизировала. Но как это понять? Как бы это быть уверенным? А вот для этого есть специальные опции GVM, без запуска GVM, которые позволяют посмотреть код после оптимизации GIT. Adjusting Compiler. Как это сделать? Для этого есть два флага. Это плюс принятый сэмбли и анлок диагностик оффшенс, который позволяет вам это сделать. Но если вы это сделаете на Windows JDK, у вас получится вот такое у вас сообщение об ошибке. Почему? Потому что в JDK, GVM для Windows, битриотека для диссабилирования не включена. Что делать? Есть два варианта. Это взять исходники и компилировать самому, либо скачать с сайта, она называется FreeCodeManipulationLibrary. То есть добавить ее в папочку lib. И после этого вы можете снова запустить GVM. При этом можно добавить новый флаг compileCommand, указав, что мы выводим GIT в оптимизированный код и какую функцию мы хотим вывести в лог. Потому что по умолчанию все выводится. Весь проект, включая и исходники GVM, нам это не нужно. Мы указываем только одну функцию, example.ups. Как вы думаете, если мы возьмем такой простенький проект и запустим его, используется команда, вы видите ли нам оптимизированный GIT код? Или нет? Да или нет? Что может? Тут есть очень интересный момент. Дело в том, что когда включается вообще оптимизация GIT, когда ваша функция вызывается 10 тысяч раз. Вот только после этого она может быть оптимизирована, то есть заменена на машинный код. Тут у нас называется всего один раз, один раз, и понятно, что оптимизирована будет или не будет. Что нам делать? Один из вариантов – это добавить новый флаг compile threshold, который понижает порог. То есть теперь у нас после первого выполнения будет запускаться GIT оптимизация. И вот мы увидим в логе вот такой вот уже машинный код. Не байт-код, а машинный код. В принципе, это все машины код, потому что здесь, видите, есть ссылки на операции из байт-кода, чтобы было понятнее. Иначе просто всем будет непонятно, как у вас происходит транслитерация в машинный код. Вы можете посмотреть, как он выглядит оптимизированным, насколько он оптимизированный и так далее. На этом можно было бы закончить, но, конечно, самое интересное – это случаи, примеры оптимизации. Я тестировал на последних версиях GMH, Maven, хотя можно было взять Gradle, последняя версия GDK. Вот, и у меня 4 ядра в процессоре, и памяти, в принципе, хватает. Да, о, есть, схватило. Инлайнинг. Что такое инлайнинг? Инлайнинг – это когда GVM заменяет вызов функции на ее тело. В принципе, это упрощает, ускоряет работу. Вот возникает интересный вопрос. Как вы думаете, во время работы, вот если функция вызывает очень-очень много раз, сможет ли GVM ее заинлайнить? То есть заменить ее вызов на ее тело? Все считают, что может? Вопрос очень интересный. На самом деле нет. Почему? Потому что ее байт-код занимает ровно 77 байт. Почему не сможет? Потому что по умолчанию порог 35 байт. Все, что выше, не сможет заинлайнить. То есть вам нужно порог повысить, тогда, в принципе, оно сможет это сделать. То есть, когда очень большая функция, понятно, что, в принципе, инлайнинг здесь может быть не лучший вариант, поэтому введем такое вот пороговое значение. Представим себе, что вам нужно передавать из функции в функции, из компонента в компонент, некоторые структуры данных, в которых есть некоторые названия, допустим, человека, его профессию, отдел и город. Так как это все строки, то есть несколько вариантов, чтобы это сделать. Можно написать как массив, массив строк, как лист, причем можно как разные листы передавать, можно как мэп, где у нас ключ, это название вот этого отдела, город и так далее. Или чисто объектно-техниленный подход, написать свой класс с полями, с геттерами, сеттерами и передавать так. То есть раз, два, три, четыре, пять способов. Как вы думаете, какой из них будет самым быстрым, самым эффективным? Не самым, может быть, читабельным, но самым эффективным. Только не байт, а строк, да? Самый быстрый первый. Если мы протестируем, то что мы увидим? Создание и заполнение структуры, действительно, это массив, это самое быстрое, но доступ к элементам, видите, что у полей класса, что у массива, почти одинаковые. То есть, в принципе, если вы сторонник объектно-техниленного подхода, то здесь вы ничего не потеряете. Следующий пример. Допустим, вы были приверженцем стиля Java 4, вы использовали массивы, примитивные типы, но появилось Java 5 и вы решили так, что я перехожу на коллекции, я перехожу на дженерики. У вас был массив и массив типа int, у вас теперь стал лист дженериков, причем дженериков не int, а интеджер. Вы знаете, что нельзя в Java использовать дженерики примитивные типы, хотя есть слухи, что в Java 11 это будет сделано. Как вы думаете, какой из вариантов будет работать быстрее? Две функции, которые заполняют либо массив, либо лист. Первый, почему? Что? Совершенно верно. То есть, какова цена аутобоксинга? Тут у нас будет массив примитивов, тут у нас будет список объектов. То есть, мы должны для каждого примитива создавать свою обертку. Это занимает некоторое время, плюс некоторую память. если мы потестируем, то увидим, что, естественно, что массив быстрее, причем, чем больше элементов, тем быстрее будут работать эти функции. Поэтому, если вам важна эффективность, подумайте, какой из вариантов лучше выбрать. Во время работы над этими докладами по эффективности часто мне приходила голая мысль, а какая вообще коллекция самая быстрая в Java. Например, список. Вы знаете, что есть ArrayList, что есть LinkedList. ArrayList, в принципе, он быстрее в основном, но если, допустим, в сторонней библиотеке, где есть более быстрая реализация. FastUtil, кто-то пользуется им? FastUtil – это библиотечка, которая имеет очень большую функциональность, она очень большая, почти 15 мегабайт, но в том числе она заявляет, что у нее самые быстрые коллекции. Если мы протестируем два варианта JDK, ArrayList, LinkedList и ObjectArrayList, мы увидим, что ObjectArrayList он обгоняет по скорости и ArrayList, и LinkedList. В чем выигрыш? В том, что когда мы добавляем какой-то элемент, допустим, в ArrayList и он заполнен, он расширяется в полтора раза, в ObjectArrayList изменяется в два раза. Два раза штегивается. В принципе, это одно из причин для более быстрой работы. Trove. Еще одна библиотечка. Что мне интересного? В ней были добавлены коллекции для примитивов. То есть для каждого примитивного типа Int, Short, Bite, Long и так далее есть своя отдельная коллекция. А раз так, то нет аутобоксинга. И поэтому, если мы снова померяем ArrayList, ObjectArrayList и тип Istro в TInterrayList, мы увидим, что TInterrayList обгоняет по скорости два предыдущих варианта. То есть если у вас есть именно нам нужна коллекция и коллекция примитивов и вам нужна максимальная эффективность, подумайте, а может нам стоит использовать вот эту вот библиотечку. Давайте перейдем к Java 8. Кто использует Java 8? Есть такие? Отлично. Мы знаем, что одно из нововведений Java 8 это лямбда выражения, которые пришли на смену анонимному классу. И это читается хорошо, это добавляет коду функциональности, функционального стиля. но что работает быстрее? Вот если мы бросим понятие читабельности, понятности компактности, а нас интересует вопрос эффективности. Давайте проверим скорость работы. А именно мы будем использовать операцию сравнения двух чисел, но мы возьмем сначала анонимный класс, а потом мы возьмем лямбда выражению и возьмем метод референс. Там мы знаем, что метод референс позволяет нам еще больше сделать код еще более компактным. Причем мы выберем два режима работы. Первый режим это так называемый динамический, когда мы на лету создаем анонимный класс, создаем лямбда выражение, а второй режим статический, когда у нас есть некоторое поле класса, и мы его вызываем при тестировании. Если мы протестируем все варианты, то мы получим, что для статического варианта идентично, то есть оно работает абсолютно одинаково, а если мы берем вариант динамический, когда у нас отдаются лямбда выражения анонимной класса на лету, то все-таки анонимный класс опережает по скорости. Немного опережает, но лямбда и метод референс в принципе не идентичны, поскольку это практически одно и то же. Capturing лямбдас. Мало кто об этом задумывается, что если вы создаете лямбдовыражение, вот, например, у вас есть некоторое лямбдовыражение, и это лямбдовыражение использует параметр из вызывающей функции. Чему это приводит? Это приводит к тому, что мы знаем, что лямбдовыражение транслируются в статистические функции, и в этой функции добавляется такой же параметр. То есть это один из вариантов Capturing. В то же время вы можете использовать в той же лямбда не параметр функции, а поле класса. Тогда у вас Capturing не будет, поскольку у вас в принципе функция просто берет как this текущий объект и использует поле этого класса. Вариант номер три, когда у вас тоже поле в лямбда, но поле статическое. Третий вариант. Вариант номер четыре, когда у вас лямбдовыражение использует локальную переменную. То есть мы присвоили ее локальной переменной, и используем лент. Четыре варианта. Как вы думаете, какой из них работает быстрее? Если мы протестируем, то мы получим, что одинаково. То есть все четыре варианта работают одинаково, это никак не влияет на скорость. Итерация. Мы знаем, что итерация это один из самых популярных основных процессов при работе с коллекциями. Есть некоторые коллекции набора объектов, мы по ней итерируем. Причем этот процесс все более и более упрощается в течение версии. Вот вариант из Java 4 ранее. Вот вариант из Java 5, цикл for each. Вот два варианта из Java 8, то есть мы используем лямбдовыражение. И вариант 4, самый компактный, мы используем это референс. то есть в принципе 4 варианта, каждый из них все быстрее, быстрее, быстрее. Не быстрее, а более-более компактный. Если мы проверим по скорости вот эти все варианты, то мы получим, что на небольших наборах данных, где-то вот 100 элементов, for each он опережает, лямбдовыражение. Если у нас количество элементов там 10 тысяч, то stream for each он уже обгоняет цикл for each обычный. То есть в принципе некоторая оптимизация for each она все-таки есть. Но итерация это очень простой процесс. Для того, чтобы проверить эффективность стримов по сравнению с предыдущим вариантом, с коллекциями, я решил взять такую задачу интересную, как перестановка строк. То есть есть строка некоторая и нам нужно получить все возможные перестановки из строки. Вот вариант из Java 7. Он берет строку и возвращает список всех возможных перестановок. И с этим возвращает он этот лист в качестве возвращаемого значения. А вот этот вариант с стрипом. То есть все то же самое, только он использует только стрим. В чем разница, если мы берем допустим стиль. Ну во-первых, здесь у нас сколько функций? А здесь? Одна. Да? У нас меньше. Во-вторых, у нас появился функциональный подход. Тут у нас создается новая коллекция, как-то заполняет. Тут у нас в принципе одна функция, которая вызывает одну другой. Если мы протестируем первый второй подход, то мы получим что все-таки коллекция быстрее. Примерно в два-воспайна раза. Поэтому если нам нужна эффективность, то это вариант все-таки внукся коллекциям. Если нам нужно больше компактность и читабельность, то это стрим API. Синхронизация. В Java, начиная с Java 1.0, есть самый простой способ синхронизации, это слово синхронизация ключевое. Его можно применить к функции, а можно создать блок синхронизации. В принципе, это практически одно и то же. Разный байт-код, но в последнем то же. И вариант самый первый, когда мы не используем синхронизацию. Многие думают, что если мы выполняем метод в одном потоке, то синхронизация никак не влияет на эффективность. То есть оно, в принципе, игнорируется. На самом деле, если мы протестируем вот эти три варианта, то мы получим, что функция, которая не синхронизирована, она выполняется в 9 раз быстрее. Даже если мы выполняем из одного потока. Поэтому даже синхронизация здесь имеет некоторую цену. Какие еще варианты есть для синхронизации? Во-первых, в Java 5 появился лог, интерфейс лог, и самая популярная ее реализация это рендер лог, который позволяет в одном же потоке вызвать функцию дважды. Вот, допустим, наиболее простая реализация, то есть мы берем блокировку, если мы получили значение и после этого делаем unlock. И что еще появилось в Java 5 это атоматные переменные. Если у вас есть некоторые переменные, int, long и некоторая ссылка, и доступ к ней должен быть синхронизирован, то хороший вариант это, например, atomic long. если мы опять же протестируем работу, но уже на разных количествах потоках, мы видим, что atomic long он обгоняет всех, но random log видите, что чем больше потоков, тем оно работает быстрее. Поэтому опять же, если вам нужна максимальная эффективность, подумайте, имеет ли смысл использовать слово синхронизд. же опять появилась еще одна блокировка, называемая read-write-lock. Почему она появилась? Потому что в принципе в многих операциях если есть некоторый ресурс, то у вас есть ридеры, вот некоторые консюмеры, есть райтеры. И обычно количество райтеров может быть такое же, как ридеров, или оно может быть разным. Поэтому вы можете здесь получить два вида блокировки. Блокировка по чтению и блокировка по записи. И в принципе это может помочь вам опять же вскроить вашу работу. Единственное, что read-write-lock по своей реализации она не самая быстрая получилась, поэтому в java 8 появился новый блокировки как stamp-lock. Ты используешь ее? Нет. В чем отличие? В режиме совместимости в принципе очень похожи на обычный лог. Единственное, что появляется некоторый stamp или версия блокировки. То есть у вас функция read-lock возвращает stamp и в unlock вы этот stamp должны вернуть. Если будет неправильный stamp, то будет ошибка. ну и вот здесь версия для записи. Однако что появилось, какое улучшение появилось в java 8? Это третий режим называемый optimistic read. Оптимистик чтения, когда у нас мы пытаемся прочесть в этом режиме получить некоторую блокировку. Если за это время какой-то другой поток получил блокировку по записи, stamp поменяется, но мы возвращаемся к старому методу снова read-lock и unlock-read. Ну и тот же самый вариант для atomic. Функция get это функция чтения и функция вторая она изменение данных чтения и записи. Что хорошего в gmh, что он может тестировать не только одну операцию, группы. То есть вы создаете две функции одна читает другая записывает вы указываете количество потоков и что делает gmh она высчитывает сама агрегированное значение время выполнения то есть время выполнения не чтение и записи а агрегированный вариант и чтение и записи то есть она тестирует overall performance. Что здесь интересно что atomic long она в принципе все опережает всех но atomic long доступ к одной переменной stamp log она обгоняет read log и видите что чем больше потоков чем больше райтеров чем больше потоков тем ближе stamp log к atomic long то есть тоже в принципе это некоторый некоторая подсказка по тому какой из блокировок используют для вашего приложения что еще интересного появилось же а8 это аккумуляторы вы используете аккумуляторы нет что такое аккумулятор вот один из аккумуляторов long adder long adder это некоторый класс который использует совершенно другой подход чем atomic мы знаем что атомарные объекты они используют compare здесь же здесь же у нас используется массив ячеек и это позволяет нам уменьшить контеншн когда у нас много райтеров единственный минус у нас увеличивается потеря памяти у нас получается некоторый массив если мы опять же протестируем два варианта первый это atomic long второе мы получим что на небольшом количестве райтеров как и ожидалось atomic long опережает long adder но как только у нас количество райтеров превышает 4 long adder работает быстрее поэтому опять же если у вас есть операции связанные с подсчетом изменением каких-то одиночных значений подумайте какой тип вам использовать и напоследок некоторая викторина для того чтобы проверить как вы знаете g8 как вы поняли понятие эффективности представим что вам нужно сделать сумматор который подсчитывает сумму первых n натуральных чисел начиная с нуля и вот вы выбрали такой вариант правильно ли он работает кстати ну по идее правильно однако вы задумались как-то один вариант очень хорошо вдруг что-то есть более компактный давай я сделаю второй вариант используя тоже instream так только немножко другую операцию iterate 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 плюс limit по идее она должна работать идентично по функциональности вот где два варианта отлично потом подумали так в java 8 есть параллельные стримы давай я еще параллельный стрим сделаю вы сделали вариант первый тоже параллельный добавили параллель параллелизма и вариант два тоже параллелизм раз получилось четыре варианта всего для одной операции и вот давайте устроим такой вот небольшой векторину есть шесть вариантов кто думает что функция где есть range работает быстрее только в режиме последовательного поднятия руку один человек кто считает что range работает быстрее только в режиме параллельном кто считает что range работает быстрее всегда в двух случаях кто считает что iterate работает быстрее в всех случаях кто считает что какое значение то есть если допустим одно значение то range быстрее другое iterate быстрее есть такие есть есть Отлично. И вариант номер 6 – это мое мнение. То есть отлично от первых пяти. Есть такие? Один. А какое у вас мнение? Если мы протестируем, то получим, что range работает быстрее всегда. Неважно, параллельный режим, не параллельный режим, любое количество элементов. Но, что интересно, как и ждалось, что у нас range лучше распараллеливается. То есть, когда мы используем iterate, время операции увеличилось примерно в 3-4 раза, то для range всего он 10%. К чему я это говорю? Ну, к тому, что вы знаете, что Java 8 принесла параллелизм неявный, и это возможность для вас неявно ваши вычисления пораспараллеливать. Поэтому, если вы это делаете, нужно подумать о том, какой из наиболее оптимальных подходов, которые будут лучше распараллеливаться. Потому что вариант iterate – это не самый лучший, range намного лучше по эффективности. На этом у меня все. Что я сейчас могу подчеркнуть? Используйте специальные средства для измерений. Эффективность – это не только быстродействие схода памяти. И когда вы оптимизируете ваш код, не забывайте, что как Java компилятор, так и JVM тоже может ваш код оптимизировать. Продолжение следует...